В этом видео я бы хотела показать один простой пример того, как можно добавить интерактив в онлайн занятия при помощи презентации и мемов или картинок. Вот здесь у меня презентация PowerPoint, которая находится онлайн. Я использую Office 365. Если вы используете Google Slides или какие-то другие презентации, которые могут быть онлайн, то как бы система та же самая. Самое главное, чтобы другой человек мог редактировать вашу презентацию. Например, здесь я выбираю ссылку и я выбираю, что любой человек, у которого есть ссылка, может редактировать. Я копирую ссылку и каким-то образом пересылаю ее студентам. Итак, здесь у нас была тема по проблемам в отношениях. Я составила вот такую схему этапов отношений и подобрала картинки. Но картинки я поставила в неправильном порядке. Задание студентов было переместить картинку к определенному этапу. И они работали в группе, то есть они все работали одновременно. В группе было примерно у меня 14 человек. Я их разбила на 4 группы. Они работали в Zoom, в сессионных залах. Сессионный зал 1, это была группа 1. Сессионный зал 2, это группа 2 и так далее. Студенты работают одновременно. И пока они работают в сессионных залах, я могу видеть, что происходит на каждом слайде. И если что-то я вижу, работа застопорилась, тогда я могу пойти именно в этот сессионный зал и помочь. Сейчас я покажу, как это происходило на самом занятии. Итак, вот это фрагмент самого урока. Вот здесь вы видите мой основной слайд. И вы видите, как вот здесь появляются точечки на слайдах. Это значит, что группа перешла на этот слайд для работы. Вот сейчас я вижу, что группа 1, группа 2, вот группа 3 появилась. И группа 4 уже начала работать, они уже начали двигать картинки. Вот группа 4 работает, мы видим, что происходит на экране. И я в любой момент могу переключиться на любую другую группу и посмотреть, что происходит там. Вот это работа группы 1. Вот сейчас я вернулась в свою рабочую презентацию, то есть это уже не урок. И когда они заканчивают, у меня есть несколько вариантов того, как они распределили картинки. Обычно они не ошибаются, но на всякий случай у меня есть слайд с правильными ответами. И правильные ответы закрыты просто белым прямоугольником, который в какой-то момент я убираю. И мы смотрим на правильные ответы и обсуждаем. И вот то же самое, но работа с мемами. Например, на вопрос, почему возникают ссоры, я подобрала разные картинки, как вы видите, это мемы. И подобрала определение этих картинок. Опять же, работа студентов состоит в том, они работают в группах, чтобы понять мем и перетащить к ним определение. И я опять же создаю слайд для каждой группы, и потом мы над этим работаем. И подобные задания можно делать не только с картинками, но и с, например, с текстом. Например, здесь группы у меня работали с просто перетягиванием в одну или другую сторону определений. То есть это просто как бы текст в прямоугольниках, их можно перетягивать и так далее. У них разные были ответы здесь. Мы это обсуждали, кто что думал. Или вот еще один пример. Дома студенты читали тексты, потом в классе они работали в группах, чтобы вспомнить, в каком порядке происходили события. И чтобы восстановить порядок событий, они просто брали рамочку с текстом и перемещали ее на слайде. И потом вместе мы смотрели правильные ответы и обсуждали текст. Ну и чтобы закончить, еще раз повторю, что все эти задания следуют одному алгоритму. Я создаю свою презентацию, которую я показываю в классе. И в презентации я создаю слайды именно для работы в группах. У студентов есть доступ к этой презентации с правами редактирования. И это все, что нужно для этого задания. Продолжение следует...